Пока бомж Юрий мирно отдыхает, его товарищ Гусь ждет своей участи. Друзья, по несчастью, не могут объяснить, как произошло, что они и еще один нетрезвый мужчина оказались в машине. Первый так, как умеет только крякать. Второй, потому что пьян настолько, что кажется, разучился говорить по-человечески. Как вы знакомились? Как вы только познакомились с ней. Я говорю, у меня Алкина поел. Алкина поел. Я бомж. Самый местный. Вот на Ненинградске 36. 36 живу. Жил, жил. Слаба, жил просто. Машина, в которой ехали двое, не считая Гуся, по данным полиции, числилась в розыске на Сахалине. Водитель Георгий уверяет, что он ее законный хозяин. Правда, толком ничего объяснить, как и его попутчики, не может. Несколькими минутами ранее Георгий попал в аварию и скрылся с места ДТП. Собственно, поэтому его и остановила полиция. Где нашел бомжа Юру, с трудом вспоминает. Кажется, просто ехал и посадил его в машину, чтобы не скучно было. А как в компании оказалась птица, напрочь забыл. Гуськом люди с птицей плетутся в отдел полиции. До этого пернатые здесь, если и были, то только в качестве обеда. С друзьями, бомжом Юрой и пьяным Георгием разбираются страджи порядка. Гусь просидит за решеткой еще некоторое время. Чуть позже за ним придут хозяева, которые уже хватились украденной птицы. Наталья Токмагашева, новости моего города.